Здесь у нас перемешку 9, 10, 11 класса, чтобы вы понимали. Некоторые задания идентичны и в 9, 10, 11 классе, только немножечко различные варианты ответов. Итак, стигмой глазком обладает вегетативные стадии махообразных и вгленовых водорослей, бурых водорослей или цианобактерий. Давайте с вами вспоминать для начала, что такое стигма. Стигма, или по-другому ее еще называют, глазком – это внутриклеточный эргоноид. Клетки в основном у жгутиковых водорослей. Ну и стигма, она выглядит как красное пятнышко и нужна в основном для того, чтобы водоросль передвигалась к источнику света для лучшего фотосинтеза. Соответственно, как вы понимаете, глазками, стигмами обладают жгутиковые водоросли и водоросли. Соответственно, одноклеточные. Если вы знаете, одноклеточные водоросли у нас в основном зеленые водоросли, ну в большинстве своем. И, соответственно, стигма обладает именно и вгленовые. Мухообразные, как вы понимаете, там в принципе не может быть по глазкам. Такими пигментными не обладают синие-зеленые водоросли. Это хлорофилл, бактериохлорофилл, фикобелинами или каротиноидами. Все достаточно просто. По крайней мере, если вы вспоминаете ботанику. И, кстати, даже не ботаника. Это началось еще в момент, когда вы занимались, ну, ботаника, низшими растениями, водорослями. Значит, хлорофилл, соответственно, это зеленый пигмент, окрашивает в основном хлоропласты растений и в зеленый цвет. И обеспечивает зеленую окраску стеблям, корням воздушным или листьям. То есть всем тем органам, которые могут фотосинтезировать. В большинстве случаев у молодых водорослей... Ой, у нас все, ребят, простите, у молодых водорослей. У молодых побегов деревьев, да, древовидных форм, молодые побеги тоже имеют зеленый цвет. То есть тоже побеги все, включая стебли, фотосинтезируют в процессе роста. Фотосинтезирующая ткань отмирает, и сам стебель становится другой какой-то окраски. Так, далее, давайте с вами вспоминать. Кротиноиды – это пигменты от желтого до красно-оранжевого цвета. Так, ну, в основном этот пигмент, он есть у нас у плодов. Плодов у цветов. То есть мы можем видеть, например, спелые яблоки, там могут быть у нас кротиноиды. Так, фикобелины – это у нас красные и синие пигменты, да. Ну и, в принципе, обладает в основном ими водоросля. Ну и у нас, по-моему, кстати, там был, там был у нас, соответственно, соответствующий слоид. И бактериофилами называют, соответственно, пигменты. Также пурпурного цвета и зеленого цвета, которыми обладают в основном бактерии. Не обладают сине-зеленые водоросли. Какими? В основном, как я сказала, хлорофил, он у нас содержится в растениях. Но также хлорофил у нас может содержаться в бактериях некоторых и в водорослях. Конечно же, у нас бактерия хлорофилами не могут обладать сине-зеленые водоросли. Потому что сине-зеленые водоросли, вы помните, что это такое? По-другому их называют цианобактериями. Так. В клетках какой водоросли отсутствует ядро? Спирогира, пивглена зеленая, носка или сине-зеленые водоросли. Или фугация такая, что нас очень часто запутывают названием сине-зеленые водоросли. Мы знаем, да, что такое сине-зеленые водоросли. Это в простонародье так называют, ну, можно так сказать, в простонародье, да. Это называется цианобактерией. Соответственно, мы с вами знаем, что у цианобактерий отсутствует ядро. Поэтому правильный ответ в данном случае будет В. Соответственно, носка у нас не обладает ядром. Это был сложный вариант, и я вам предложу подумать над этим вопросом. Укажите верный порядок метоксилемы водоросли, представленным на фотографии. Ну и, соответственно, снаружи внутрь, да, новые элементы между старыми, снутри наружу или один элемент протоксилемы окружен метоксилемой. Ну и по-другому, да. Захарная, мезахарная, эндархная. Господи, для кого же это название-то, да? И центрахарная. В данном случае, если мы с вами рассматриваем данный элемент, нам надо с вами понять, что это у нас будет. Это стебель или это у нас будет корень? Давайте рассуждать. Вот такая картинка у вас будет. Ну, какая-то, да, подобная. Потому что в каждом варианте у нас идёт микроскопия среза растения. Значит, смотрите, здесь огромные проводящие пучки. Насколько они большие. Как вы думаете, что у нас здесь представлено? Что у нас здесь за орган? Я специально не стала готовить для вас других картинок. Здесь можно было бы сделать таким образом. Здесь можно было бы вам представить картинку среза стебля и среза корня для того, чтобы мы с вами сделали какой-то вот вывод, что же у нас с вами здесь представлено, какой именно срез какого органа. Нужно с вами сейчас на самом деле порассуждать и подумать. Ответ элементарный. Вот здесь, в данном случае, посмотрите, вот этот вот отросток, он вам будет подсказывать и помогать определиться. Значит, здесь у нас представлен корень, как вы поняли, да, вы большие молодцы, корень однодольного растения. Как понять, что перед нами корень? Дело в том, что если мы будем с вами делать срез, срезы с стеблями нам тоже будут попадаться. Вот такого вот образования мы с вами не увидим. Здесь у нас образование бокового корня. Соответственно, раз у нас здесь представлен боковой корень, то в боковом корне у нас есть большое количество также проводящих пучков, которые будут стремиться к проводящим пучкам середины, центральной части нашего корня. Соответственно, если мы с вами определили, вот здесь самое сложное у нас с вами – это корень или стебель, да, на самом деле они схожи, но все-таки, да, по своему составу они немножечко разные, да. Дело в том, что именно в стебле мы можем видеть камбий и достаточно большое количество камбия. Здесь мы его видеть не можем, да, в таком количестве. Значит, для того, чтобы понять перед нами, какая закладка ксилемы. Какая у нас здесь закладка ксилемы? Мы должны с вами знать в первую очередь, что для корня у нас характерен закладка ксилемы снаружи, вовнутрь или по-другому он называется эксхарный, простите, ребят, да. Ну и, соответственно, для стебля у нас характерен закладка ксилемы изнутри, снаружи, наружу. Это совершенно разный вариант для корней, для стеблей. То есть на самом деле вот эту теорию вы же ее проходите в школе, и вы это знаете в том числе и про закладку ксилемы. Да, если вы помните, в стеблях, кроме ксилемы, у нас есть огромное количество еще проводящих пучков вот этой самой флоемы, да. Здесь мы их не видим. Здесь мы видим огромное количество ксилемы, и, соответственно, вот у нас вот эти вот проводящие пучки у нас и у бокового корня точно так же образуются. Соответственно, вариант ответа у нас А. Проходили ли вы все-таки, в принципе, закладки ксилемы или нет в школе? Если вы помните, ксилема и флоема – это проводящие ткани. Ксилема – это проводящая, как система, лифт наверх. Ксилема у нас впитывает, через ксилему у нас проходит вода с растворенными в ней нейральными веществами, и через ксилему, флоема у нас проходит также вода, да, с растворенными в ней продуктами фотосинтеза к депо, где у нас будут закладываться, откладываться вот эти вот полезные для растений, в числе крахмал. То есть это у нас флоема – это у нас лифт вниз, силема – у нас лифт вверх. Так, выберите признак, который не характерен для растительных вирусов. Могут распространяться по плазмодезмам, могут распространяться по поврежденным тканям. Заражение растения может происходить при питании тлей. Заражение происходит путем разрушения вирусными белками клеточной стенки. Так, растительные вирусы, это мы с вами помним, это все вирусы, которые у нас заражают растения и поражают как листья, так и стебли, и корни, клубни и так далее. Соответственно, для вирусов, в том числе для растительных вирусов, кардинально не характерен такой вид заражения, это как разрушение белками клеточной стенки. Вирус внедряется в клетку. И, соответственно, потом происходит несколько вариантов размножения данного вируса. Он либо размножается в клетке, либо он размножается при делении клетки. Соответственно, в каждой клетке у нас остаются частицы вируса, если вы помните. Соответственно, правильный ответ в нашем случае – это Г. Какую структуру нельзя обнаружить в растении через срез стебля, который представлен на фотографии? Эпидерма, резидерма, камбий, флоэма. Корни, достаточно большое количество проводящих пучков именно в сердцевине корня. Даже если мы не знаем, что перед нами, что мы здесь не можем увидеть. Эпидерму видим достаточно, она у нас хорошо здесь и четко прослеживается. Мы с вами здесь видим проводящие пучки в достаточно большом количестве. Мы здесь не видим камбия, потому что, если мы помним, то камбия у нас представлен таким кольцом достаточно темного цвета. И, соответственно, мы можем с вами, кстати, камбию очень хорошо видеть, особенно на спилах дерева. В данном случае мы его здесь не видим. У нас такая вот достаточно структура интересная здесь представлена. И насколько я понимаю, насколько я смотрела, здесь у нас представлено растение, произрастающее во достаточно влажном климате, где у нас большое количество влаги находится. Вот так вот выглядит, таким образом выглядит их стебля. Так, вот это достаточно у нас трудный вопрос будет. И такие вопросы у нас встречаются. Это вопрос, как вы понимаете, 11 класса. Вопрос сложный, вопрос со звездочкой. Можно так сказать, в какой группе относятся растения, изображенные на рисунке из книги Карла Лингмана? Соответственно, книга эта вышла примерно в 1917, в период с 1917 по 1926 года. Значит, здесь у нас представлены махообразные, папоротникообразные, голосеменные или цветковые растения. Итак, мы с вами можем сразу, моментально, голосеменные растения, да, отсечь, потому что, если вы знаете, это голосеменные растения у нас представлены древесными формами, реже, кустарниками. Соответственно, здесь мы должны с вами определить, что это махообразные, папоротникообразные или же цветковые растения. Что это? Вариант ответа здесь у нас махообразные, растения, простите, ребят. На фотографии у нас представлены видоизмененные боковые корни, да, корневые клубни, видоизмененные главные корни, корнеплоды, видоизмененные боковые корни – это корнеплоды, или видоизмененный побег – это клубни. Что перед нами? На фотографии представлен корень георгина. Видели когда-нибудь георгина? Соответственно, это такие достаточно большие цветы под 2 метра высотой, но чуть ниже, чуть выше, да, в зависимости от времени посадки. Представляет собой вот такой корень, который безумно боится мороза, его надо выкапывать, его надо потом на зиму выкапывать, весной сажать. Ну и, соответственно, он представляет из себя видоизмененные боковые корни, в которых у нас находятся питательные вещества, и, соответственно, данный цветок у нас прекрасно может размножаться боковыми корнями, корневыми клубнями, или по-другому корнеклубнями, да. Так что вы все молодцы. Приспособлением к какому способу распространения обладает растение, изображенное на фотографии, да. Анимахория, соответственно, это распространение семян, плодов, каких-то спор и других, да. Значит, части растения воздушным способом, то есть с помощью ветра, потоков воздушных. Эмтомахория – это распространение с помощью других насекомых, ну, с помощью вообще насекомых, это опыление по-другому. Эмтомахория – это с помощью животных, например, очень часто репии, да, прилипают к шкуре животных, и, соответственно, таким образом у нас распространяется. Гидроахория – это, ну, соответственно, как вы понимаете от слова «гидро» с помощью воды, водные течения. И, как вы понимаете, так как здесь у нас есть специальное приспособление, благодаря которому у нас семя парит в воздухе, распространяется она с помощью воздуха, с помощью ветра. Общим для хвоинки ели и листа березы является наличие смоляных ходов, кустец, волосков или губчатого мезофила. Давайте мы вместе с вами вспомним, как у нас выглядит срез, соответственно, хвои. Ну, в данном случае, простите, у нас хвоя сосны, потому что хвоя ели у нас достаточно реже попадается в виде срезов, зарисовок и так далее. Ну, и, соответственно, березовый лист. Смоляных ходов у нас у березовых листьев за счет того, что они, в первую очередь, им совершенно не нужны, да, эти смоляные ходы. Волоски, соответственно, как вы понимаете, волоски у нас в основном является наличием растений, которые любят достаточно влажный климат и не любят прямых солнечных лучей. Причем, если вы посмотрите, то устица именно сосны и устица листьев березы интересны тем, что они находятся на разной стороне листа березы. Устица у нас находится на задней части листа. Соответственно, на передней части хвоя. Изображенный на схеме лист является гипостоматическим, эпостоматическим, фистоматическим, астоматическим. Разница в том, что гипостоматическая листовая пластинка – это когда устица у нас находится на нижней стороне листа, эпостоматическая – это когда устица у нас находится на верхней стороне листа. Астоматическая, как вы понимаете, это когда устица находится и сверху, и снизу. Ну и для того, чтобы вас запутать, у нас находится здесь дано еще один вариант. Надеюсь на то, что, возможно, вы не знаете, что это за астоматический лист. Вы его, соответственно, и выберете. На всякий случай для вас представлена такая вот шпаргалочка. Ну и, соответственно, мы можем здесь посмотреть, да, где же у нас устица находится. А здесь устица прекрасно видна. Вот они у нас сверху находятся, да, эти замыкающие клетки устиц. И также они у нас находятся еще и снизу. То есть у нас здесь представлен амфистомический астоматический лист. Двусторонний. Двусторонний лист у нас. Далее. Хватательные ноги встречаются у хаверток, тараканов, богомолов или прямокрылых. Хватательные ноги, они нам нужны для того, чтобы захватывать, да, добычу. Соответственно, конечно же, они здесь у тараканов. Все же видели тараканов. Они у нас захватывают всех, кто попадается ему на глазах. На самом деле шутка, да. Если вы помните, как примерно, помните, как у нас выглядит у хавертка. Примерно помните, как у нас выглядят тараканы, да, прямокрылые. Соответственно, если вы знаете у хавертки, у нас, давайте вспоминать, чем они у нас пытаются. У хавертки у нас питаются подгнившими плодами, которые у нас могут встречаться на земле. Несмотря на то, что очень часто у хаверток почему-то представляют хищниками, которые могут поедать там живую плоть и очень часто почему-то в интернете находим огромное количество там всевозможных рассказов, что у хавертка ползла там человеку в ухо и съела мозг, это неверно. Она питается, соответственно, вот, ну, да, подгнившими всякими плодами. Ну, вообще, на самом деле, она много чего питается, но в основном ее рацион питания это все-таки вот такие вот, допустим, яблоки лежало. Тараканы, соответственно, вы понимаете, они у нас всеядны, но в основном они у нас поедают растительную какую-то, да, пищу, хотя, в принципе, они могут есть все, что попадется. Примокрылые, они у нас питаются пищей также растительной, но и богомолы, они у нас хищники, которые, соответственно, на других насекомых у нас охотятся. И, зная это, мы прекрасно понимаем, что, соответственно, хватательные ноги нам нужны в основном богомолы. Вот такие замечательные уховерточки, тараканчики, которых мы можем с вами периодически встречать. Бояться их никого не надо, никто из них вас не съест. Ну, кроме богомола, возможно. Так, после прогулки в лесу вы нашли на теле питающегося клеща. Клещ – представитель класса паукообразных, для которых характерно наличие четырех пар ходильных конечностей. Однако найденная вами питающая особь имеет только три пары конечностей. Как это можно объяснить? При питании клеща используют, при питании клещ используют первую пару ходильных конечностей для попадания в рану жертвы, поэтому первая пара находится под кожным покровом. Значит, это покалеченная особь, потерявшая одну пару ходильных конечностей. Это личинка клеща, которая, насытившись, меняет и после метаморфоза становится нимфой с четырьмя парами конечностей. это мутированная особь, утратившая одну пару конечностей. Если вдруг, придя с леса, откуда-то с прогулки мы нашли на себе клеща, мы не рассматриваем, сколько у него клеща вывернуть, отвернуть ему голову, расчленить на множество частей. Мы отправляемся, собираем, одеваемся, собираем документы и отправляемся в травмпункт, где сто процентов быстро и бесполезненно клеща вам вывернут, извлекут. Потому что, как показывает практика, фраза, я сейчас сам его вытащу, у нас либо лишает клеща головы, и соответственно, вот эта голова у нас будет у нас в подкожной вот этой вот среде находиться, и соответственно, у нас будет воспаление начинаться, либо же несколько часов мы проведем в совершенно пустых попытках извлечь этого клеща. Так вот, нашла пара, ну пара, в смысле нашел человек после прогулки в лесу шестиногого клеща. Что это такое? У нас бывали случаи, когда насекомые у нас теряли конечности. Вы можете увидеть семеногого паука, вы можете увидеть пятеногую там бабочку и так далее. Но в таких случаях, когда насекомые теряло сразу две пары конечностей, но это очень редкий случай, это я не знаю, что должно происходить. А клещ ни в коем случае свои конечности не засовывают в рану, они у него находятся сверху. То есть, если вы видите клеща половозрелого взрослого, то там именно восемь конечностей. Если вы находите на себе мутированную осы клеща, нужно тем более бежать куда-то для того, чтобы его извлекать и изучать. На самом деле, если такая ситуация у нас произошла, и, соответственно, мы нашли с вами шестиногую, шестиногого клеща, то это 100% его соответственно личинка. То есть, не половозрелый особь, которая обязательно, насытившись кровью, раздувшись, будет потом ее переваривать, и после того, как насытится, обязательно полиняет и превратится уже во взрослого клеща. Поэтому правильный ответ здесь у нас будет В. Ну, а вы, если вдруг такое произойдет, ни в коем случае с клещом не балуемся, не играем, не заливаем ни уксусом. Были случаи, и уксусной кислотой пытались залить клеща, и маслом капнуть, и так далее. К врачу, веку, желательно, в какой-то травмпункт или к знающему человеку. Так, один род цикад отличается уникальным жизненным циклом. Значит, они проводят на личиночной стадии продолжительное время, вравняющееся 3, 5 или 7 годам у разных популяций. Такое поведение не приводит к снижению нагрузки на среду, не повышает, соответственно, индивидуальную выжимаемость, не снижает индивидуального шанса поедания хищникам, и не разделяет во времени с популяциями конкурентами. Что же происходит все-таки, когда мы с вами встречаем таких цикад? Был случай, когда Великобритания встретилась, так сказать, с засильем огромного количества непонятных насекомых, которые оказались цикадами. Долгие годы этих насекомых никто не видел, и вдруг они откуда-то, значит, соответственно, вылезли, и их никто не ел, потому что многие птицы видели этих насекомых впервые в жизни, они не знали, что с ними делать. даже была целая, я помню, можно сказать, как-то отдельная новость, все по этому поводу очень переживали, и в институтах, которые занимались соответствуемым изучением насекомых, рассказывали, но это не было каким-то уникальным явлением. Дело в том, что некоторые виды цикад могут много лет, достаточно большое количество лет, развиваться под землей, живя в личиночной стадии, и лишь переходя в стадию половоразрелой особи, выходить наружу. Соответственно, какой же у нас правильный ответ? Смотрите, дело в том, что цикады, они растительно ядные насекомые, а если быть точным, то они питаются соками растений. И, соответственно, когда раз какое-то большое количество лет у нас на поверхность, их не едят никакие птицы, никакие животные и так далее, что у нас происходит? У нас происходит то, что, конечно же, они будут поедать все на своем пути, и это может просто привести к тому, что будут достаточно сильно страдать экологические системы. Так что про снижение нагрузки на среду в тот момент, когда у нас вылупляются цикады, у нас могут прекрасно себе развиваться саранча плети или какие-то другие плодовые, плодово- ягодные вредители, которые точно так же будут у нас вредить и растениям. То есть здесь у нас вариант Г мы тоже используем соответственно отметаем. Из двух вариантов В и В правильный ответ у нас будет В. Данное поведение не снижает индивидуального шанса поедания хищником. Ну, потому что все равно кто-то кого-то где-то может съесть. Пауков еще никто у нас не отменял, а паука в принципе у нас все равно кого поедать, кто попал в сеть. Выберите верную пару паразитов, заражение которыми происходит при поедании рыбы, не прошедшей термическую обработку. Это широкий лентец, кошачья двуустка, эхинокок, печеночный сосальчик, бычья цепень, кошачья двуустка, печеночный сосальчик и свиной цепень. Напоминаю вам, что термическая обработка у нас идет не только в сторону тепла, то есть это не только прожарка или проварка, запекание, то есть не только высокая температура, но также и экстремально низкие температуры, то есть экстремальное замораживание рыбы может точно также полностью убивать всех паразитов. То есть в данном случае мы с вами будем говорить о том, что если вы выловили из озера рыбу, не стоит ее есть сырой, даже если вы очень голодный. Какие же виды паразитов у нас через рыбу соответственно нас могут заразить? Мы с вами помним, что у нас виды цепней, печеночный сосальщик, у нас попадают к нам в организм через плохо термически обработанное мясо. Мясо может быть разным. Разные виды мяса, разные композитов. Но несмотря на это, это все-таки мясо. Мясо, кстати, обязательно должно хорошо пропечься внутри, когда вы его тоже жарите. то есть у нас не внешняя, а именно внутренняя прожарка должна быть внутренняя высокая температура. Ну а широкий лентец и кошачья двуустка к нам могут попасть через поедание рыбы. Соответственно рыбу мы стараемся либо хорошо промороженную покупать, либо если покупаем живую рыбу или просто охлажденную, то мы ее должны замораживать или хорошенько термическими высокими температурами обрабатывать. Так, среди беспозвоночных животных встречаются конвергентные сходства. К одному из таких сходств относится наличие жесткого экзоскелета неверных. Значит, не выполняет функцию защиты от фиолета, не выполняет функцию защиты от хищников, повышения плавучести или поддержания постоянной формы тела. Воздул у нас лишь только в морских океанических водах встречаются. Трилобиты, к сожалению, у нас утрачены, и мы их, соответственно, можем видеть в качестве окаменелости. Так, во времена трилобитов мы знаем, что у нас был достаточно жесткий ультрафиолет. И, соответственно, мягкие чувствительные ткани, конечно же, защищались вот этим главным щитом. Также это была прекрасная защита от хищников, и, собственно, до сих пор вот этот главный щит у нас является вот этот панцирь, по-другому можно сказать, этот панцирь, он является хорошим защитником от всех хищников, которые нападают. также он помогает поддерживать форму тела. То есть данный щит у нас никак на плавучесть не влияет, даже на оборот. Поэтому данный щит не выполняет функцию повышения плавучести. Я думаю, что, в принципе, каждый из вас на этот вопрос обязательно ответит. на фотографиях представлены выделительные системы различных позвоночных животных. Выберите верное утверждение. Две выделительные системы их представленных это система самцов, одна из них самки. Система самки. Две выделительные системы их представленных это система самок, одна система самца. Все три выделительные системы принадлежат самкам, все три выделительные системы принадлежат гермафродитным осадом. Чаще всего в учебниках мы могли видеть данные варианты выделительной системы в картинках. Здесь у нас представлены вот такие вот заспиртованные варианты. Комментировать не буду, потому что следующий вопрос будет вытекать из данного вопроса, поэтому не буду комментировать кому, какая половая система у нас относится, выделительная система. В данном случае разглядывая данную половую систему, мы можем видеть, что у нас только у одной половой системы являются семенники. Во всех остальных вариантах их нету. Поэтому в данном случае у нас две выделительные системы из представленных относятся к самкам. Лишь одна половая система относится к системе, к главой системе самца. Ну и, соответственно, очень часто такое бывает, что у нас одна, один вопрос будет вытекать из другого. Ну, здесь самое простое. То, что вы сто процентов видели в учебниках, несмотря на то, что там у нас будет зоологическая зарисовка, но все-таки под номером три вы можете увидеть выделительную систему амфибии. Как бы обычно лягушек представляет именно таким образом. Вариант номер два, если вы видите, здесь у нас, соответственно, представлена выделительная система птицы. Рисуется она немножечко другим образом, но вот таким вот образом она выглядит в реальном виде. Ну и, соответственно, номер один – это у нас выделительная система будет кого, как вы думаете? Рептилии или млекопитающего все-таки? Млекопитающего. И, соответственно, отсюда вытекает вариант, что вариант Б здесь не представлена выделительная система рептилии. Так, ну давайте на сегодня мы с вами разберем последний вопрос. Моллюски колни у нас выделяют сильнейший яд с быстрым действием. Это объясняется тем, что им необходимы эффектные защитные механизмы против крупных хищников. PH морской воды оптиманирован для действия ферментов яда. Жертвы конусов обладают большой подвижностью или конус накапливают полученные из пищи токсины. Что у нас происходит насчет эффектной защиты против крупных хищников? На самом деле мы с вами прекрасно знаем, что конусы у нас и так защищены достаточно крепкой ракой. Плюс они еще маскируются, частично закапываясь у нас в морской песок. Поэтому вариант А у нас полностью оксидается. конусы это у нас хищники. Соответственно, конечно же, конечно, мы можем сказать, что вот этот самый хоботок яд, он у нас может использоваться и в качестве защиты. Например, очень часто человек получает вот этот вот достаточно большую порцию яда, если он наступает на конусы. Соответственно, в некоторых странах купальщикам, кто у нас купается на каких-то диких пляжах, советуют специальные резиновые обувь для купания, для того, чтобы ходить по песку, чтобы там ни на иглокоживание наступить, ни на конусы. Некоторые виды яда конусов, смертельно опасные, ну, некоторые конусы точнее, виды конусов, они у нас имеют яд, смертельно опасный для человека. Из других конусов получают яд, из других, ну, как бы, видов конусов получают яд, который у нас используют в виде обезболивающего. Но, в принципе, именно природой яд конусов, моллюсков конусов, был заложен для того, чтобы охотиться, потому что, как вы понимаете, моллюски достаточно медлительны, а жертва конусов, она обладает достаточно большой подвижностью. Соответственно, яд должен действовать моментально для того, чтобы жертва теряла эту самую подвижность и могла быть съедена. Соответственно, вариант у нас В, жертва конусов плотает большой подвижностью.